Но это Трейн, и Трейн пикнули как раз команда Ринни Джейдс, и по обоюдному согласию будет третья карта Дэй Инферно. Что ж, что еще могу сказать? Игра достаточно будет интересная, будем топить за новей. Ну естественно, здравствуйте, с вами Константин Костас Серебренников и Алексей Рессоник. Будем наблюдать эту страшную зарубу для австралийцев, в первую очередь страшную, потому как они попали на единственную команду, которая, по-моему, не проигрывала на этом чемпионате. Или была также команда Энвиас? Ну я могу сказать, что завтра мы будем наблюдать за командами Энвиас против Клауд Найнов, и победитель этой встречи будет уже играть против команды Флипсайд, собственно, кто выйдет в полуфинал. Вот за этим мы сейчас и будем следить. Флиминатор погибает на планете, убивает его товарищ под никнеймом ДжКС, самый, по-моему, топовый снайпер, самый топовый оймер у команды Ренеджейтс. Гвардиан 1-2. Тащит ли Куач этот раунд? Нет, не тащит. ДжКС, как я и говорил, очень серьезно выступает по кладке и берет для австралийцев первый раунд. Давайте вам зачитаем составы этой же команды. Ну и у команды Нави, на самом деле, я думаю, вы так всех знаете, все достаточно просто. Ну, я прочитаю просто по никнеймам Флейм. Флейм его также называют Гвардиан, Зевс, Сейзот и Эдвард. Хотел бы рассказать немного о команде Ренеджейтс, но позже, когда пройдет этот форс от команды НАТО Свинсера, рожденные побеждать, занимают сейчас туннель Гвардиан. И будет кого-нибудь там начекивать, да, по-видимому. Начекал он соперника, но Хавок по... А ему выступил здорово. Фризы пишут. Ну, так, секунду, я попытаюсь это пофиксить и... Пока что он сейчас в ЖКС будет проходить туннель под Виплейсом. В упоре его ожидает Флейм, и Терминатор минусует его. Размен от австралийцев неплохо зашло. Три в три ситуация. Есть в спине один игрок из НАТО Свинсера. Он сейчас будет зажимать своих оппонентов, но нет, Спунш справляется с реакцией. Зелс, Данил Тисленко прочекал в упоре. Нет, махнул он все-таки с мухи. Ну, остается один Эдвард. Эдвард один в два. Каленый, Спунш немного. У него 49 хп. Бомба стоит, и Эдварду нужно что-то решать. Есть у него такой классный реально скаут со статтреком. Ожидает он выхода, но немножечко не хватает реакции и отстреливают Эдварда. И, к счастью, АЗР его келяет спокойно. Иоанн Эдвард Сухарев отправляется играть в черный ящик. Сейчас последует у рожденных побеждать экономически. Ну, и пока что. Пока что инициативу в руки берут команда Рене Джейдс. И у них пока что это без проблем получается. После пистолетного раунда, естественно, взяли Натус Винцера, как мы всегда наблюдаем. Берут они и Форс, и только минимальное количество денег у них присутствует, они берут и рискуют. Это стратегия Данила Тесленко, он всегда таким был. Игрок еще Virtus.pro русского КСа по 1.6. Легендарный игрок Натус Винцера. Капитан сборной Украины в прошлом. Отличный сейчас мув от АДМа, Яма. От Яма взрывает он Флейми. Ну и готовится раскид на B-Place от команды из Австралии. Сейчас нормально врубает Зезус АЗРа. Также на хелпе у него 2 тиммета. Проходят в дым. Спокойно разбираются австралийцы с Бестэком. И последний. Иоанн Эдвард Сухарев будет сейвить, скорее всего, П-250. Попытается он кого-нибудь уничтожить и выбить армор. Плюс заработать 300 долларов. Ну, да, есть у него такой шанс. И, ну, не получается у него. Его начинают GKS зажимать, и у него прицел просто уходит вверх. Да, мы наблюдаем. Сейчас, наконец-то, ведет первый бай от команды Натус Винцер. Посмотрим, как они смогут его отыграть. Guardian или Guardian, как правильно говорится? Guardian. Мастер Guardian. На англоязычном стриме Guardian вроде бы как должны говорить. Ну, у нас всегда говорили Guardian, и, в принципе, Словак может. Ну, и ладно. Он порабощает, естественно, СВП, но нету сейчас у него любимой снайперской винтовочки. Tiger, он же Иоанн Эдвард Сухарев, попытается сейчас в смачок зайти и там ныкаться до упора, ждать своих врагов. Ну, а пока что, на самом деле, команды в равных ситуациях достаточно. Обе команды мобильны, нету снайперов. И все пока что достаточно ровно. И Guardian ожидает, но все-таки увидел. Дал он свой минус. Его не дожимают, и это был размен. Сейзет очень хорошо забирает в упоре, но его разменивают точно так же. Выбивают так же. И Эдварда. И остается один Девс, Девс один в два, и его так же убивают. Ну, и Девсу не удалось убить ДжКС. Самый, повторюсь еще раз, топовый Аймер у команды из Австралии. Последует еще один экономический отрожденных побеждать. Ну, что-то не заладилось. В начале проиграли пистолетный раунд, что удивительно, потому что Натус Винцера очень серьезно готовятся по пистикам. И Старикс, именно Сережа Ищук, тренер этого коллектива, делают упор на пистолетку, потому как это плюс шесть раундов в идеале. Азер. Перестреливает он... Нет, не перестреливает он Зевса, но разменивает пункт спокойно. Ну, и Флейми пытается принять, но у него это не удается. Отстреливают Флейми, остается двое игроков команды Натус Винцер, Сейзет, плюс Эдвард будут пытаться вдвоем как-то решать ситуацию. Но нашивают Эдварда, оставляют ему 36 хп. Ну, и остаются двое они в разных вообще частях карты. Бомба, бомба на самом деле находится уже у команды Ринни Джейдс. И есть у них достаточно времени, чтобы реализовать эту бомбу. И Ванька не смог убежать. Он, прошу прощения, мастер серф карт, неплохо летает с трейфами, бодихоп, там все дела, банику. Но и мастеру такому как Иоанн Сухареву не удалось скрыться в тумане и сохранить свой 5-7. Сейзет ожидает соперника, выбивает из того, нет, не выбивает из того, эмэсочку. Плохо зашло бы он. А ему у Дениса Костина. Ну, и пятый раунд для команды Ринни Джейдс. Очень удивительно, особенно если учитывать то, что это пик на команды Натус Винсер. Может быть, просто в стороне от Дефа пока что у них не очень получается как-то спасать бомблейсы. Помнится всегда, ребята, любой коллектив брались из 5-0. Последует ли такая же ситуация у Натус Винсера? Ну, посмотрим. Заметьте, спокойно занимают австралийцы мидл-карту, точку в центре, занимают шарики, длину спокойной. Нет тут оппозиции в виде игроков-навишника. Вот сейчас есть у Коча снайперская винтовка. Приходит на холпу также Ванька. Его убирает АЗР. И почему-то мажет, мажет Словак. Нужно быстренько уходить. Сезет подловил напоследок АЗР. Но ему тут не дадут уйти, по-моему. С АКС их остается двое. В принципе, трое игроков команды Натус Винсера, они примерно понимают, где находится бомба. Ринни Джейдс, а Ям перетягивается с длины. Сейчас нужно Словаку не сунуться. У него 10 хп, но он делает вот ошибку. Флэмми его, правда, разменивает. И спокойно еще и погибает Ям, да? Да, погибает не Ям, но на самом деле просто команда Нави не знали уже позицию последнего игрока. Не знали, где находился Ям. Ну что, на самом деле, и сыграло роль. Ям сделал минус, убил красного Эдварда. Ну, первый раунд. Первый раунд для команды Натус Винсер. О чем мы с тобой говорили, что берутся ребята всегда с 5-0. Потому как дальше отступать некуда. Позади Пасква, ребят. Ну, не всегда, не всегда. Я тебе хочу сказать то, что мы сегодня наблюдали с двумя такими играми. Когда счет начал восстанавливаться уже где-то. Ну, когда первая команда набрала там 8-9, а порой 11 раундов. Вот сейчас интересный раунд. Эдварда разблевает Зевса в болоте. Знает еще информацию о Денисе Костине, по-моему. Да, Денисе Костине. Нужно сейчас по АИМу выступить. Но нет, не выступает. Ванька еще и погибает. Денис. Денис под моменталку. Дожидается каких-то действий от Коача с девятки. Коач. С девятки АЗР также. С 9-ю хп. Пытается в пиксель кого-то увидеть. Двое каленых игроков команды Ринни Джейдс. Один фуловый. Бомба еще не стоит. 45 секунд остается. Мастер Гвардиан делает хороший минус. Но он убил Красного. Остается двое игроков. Ситуация равная. Но время поджимает. Нужно срочно что-то делать команде Ринни Джейдс. Ну а Гвардиан все так же контролит. Делает еще один минус. Остается один. А вторую карту пикали, соответственно, Ринни Джейдс. Вторая карта Дэд Рейн. Что самое удивительное. Я давненько не видел уже в соревновательном КСе нормального Трейна. И тут команда Ринни Джейдс вот так вот просто берут и удивляют. Они действительно пикнули эту карту. Ну и тем временем. А мы вот видели с PlayGoodMod с Никитой. Ой-ой-ой, я зер. Ловит прекрасный тайминг. Сбривает в спину Иоанна Эдварда Сухарева. Как говорит мой коллега Дельфинчик. Есть у него интересное видео такое. Правда он не травоядный, если что, Никита. Протроллим своего товарища. Никита не травоядный? Нет. Дельфинчики не травоядные. Ну ладно, ну ладно. Остается четверо игроков команды Natus Vincere. Есть у Guardian АВП. Также есть АВП у Яма. Посмотрим, сможет ли реализовать в атаке Ям АВП. И тут чекает Дзевс. Ну вот увидел модельку, но прилетает моменталка уже. Ну мне кажется, он увидел проходящего мимо игрока. Он, я тебе поправлю, он четырех проходящих видел. Он просто не стал в них стрелять. Перемудрил немного Данилу Чесленко. Нужно было стрелять и уже и так у команды преимущество. Нужно было немного подождать и выстрелить именно в троих зажимающих. Как разбирается Денис Костин, Guardian, Flammy два минуса. Еще и третьего забил этот терминатор русский. Ну и выравнивается у нас ситуация. Собственно, команда Natus Vincere уже набирает тот самый ноль. Они выходят из минуса, в котором они были. То есть, ну, первоначально Дарья и Джейдс набрали пять раундов подряд. После этого у команды Natus Vincere все стало хорошо. Они просто, у них появились девайсы, и они начали их реализовывать. Вот мы видим сейчас яркий пример того, что у команды Renegades просто Force Buy. У них нету девайсов, Tech Nines, вторые арморы. И команда Natus Vincere, скорее всего, ну, попытаются их разгромить. Но, опять же, не факт, потому что обычно команды, которые делают Force Buy, играют более агрессивно. Но тут умирает Спунж в упор. На него вышел Эдвард. Этого реально не ожидал Спунж. Не сделали они Force Buy, а нет, все-таки сделали, прошу прощения. Но пять раундов звучит как-то громко. Громко сказано. Они взяли пистолетную, два экономических, один Force, один экономический, один оружейный и полный сливной. Вот это вот пять раундов, ребята, в начале игры. А потом идет реальная игра на скилл, на тактики и на все прочее. Флэмми в упоре забирает вместе со своим тиммейтом в виде Иоанна Эдварда Сухара на машине всех австралийцев. Была еще хелпа в виде Дениса Костина. Так что все замечательно, ребят. 6-5 в пользу рожденных побеждать. Ну, все-таки закупается команда Arena Jades. Есть у них на это деньги, есть фулл закуп, есть вторые арморы, флэшки, дымы, молотовы, все при них. Ну, теперь главное, собственно, действовать. Команда Natus Vincere будет играть практически мобильно. Есть Guardian с АВП, который, ну, очень жестко стреляет. Это считается примером для подражания для многих игроков, скажем так. Но вот именно в мобильности с АВП, именно в мобильности, не умении стрелять, с ним может, конечно же, посоревноваться Симпл. Ну, тут, понимаешь... Он может бегать и убивать, понимаешь? А вот Guardian такой же быстрый, как и Симпл. Ну, понимаешь, тут можно сразу же подключить студию аналитики и сказать то, что можно пачку игроков привезти. Вот тот же, например, Kines. Но я думаю, это слишком долгие разговоры, и по этому поводу мы пообщаемся как-нибудь в другой раз. Тем временем... Мы видели, как уже Kines отыграл на Мираже против Guardian, и Титаны после этой карты вообще уплыли домой и проиграли SK Gaming на Декобле в следующий матч. Ну, и счет у нас уже 7-5. Снова бай у команды Ринни Джейдс, попытаются они снова врываться. И практически картина по баю у команды Natus Vincere не меняется. Единственное, что у Флейми было в прошлый раз Фамас, сейчас у него калаш. Ну, все нормально у парней, и у них есть деньги. И, в принципе, они готовы принимать. Двое игроков будут в Апленту. Будет как раз тут находиться Эдвард. Эдвард плюс Гвардиан. И Гвардиан уже чекает, но Гвардиан отстреливает. И Эдвард будет принимать. Принимает все-таки Сейзет, уже потягивается на хелпу. И пытаются выходить. Команда Ринни Джейдс зажимает. Эдвард выбивает бомбу. Выбивает второй раз бомбу. И остается один Хавок. И красный его отстреливает также Эдвард. И это еще один раунд для команды Натус Винсер. Ну, очень просто. Парни сорвали всю атаку. Сорвали все планы команде Ринни Джейдс. Хорошая хелпа. Вовремя Денис Костин подошел. Сейзет справился с двумя оппонентами. Потом, конечно же, погиб. Но был еще Иван Сухарев, который был на упоре возле машины. Ну и также пришел последний игрок Натус Винсер. И спокойно разобрались они со своими оппонентами из Австралии. Да. И у Джекээса, получается, у одного... Джекэса? Ну, у него галил. И флешка плюс дым. Видимо, именно этим компенсировал этот бай. То есть нужно под что-то врываться. Четыре калаша. И у всех вторые арморы. Ну и, собственно, опять же, команда Ринни Джейдс. Расходятся по всей карте. Будут играть от каждой точки. И выжидать какого-то пуша от Натус Винсер. Но у Натус Винсер еще и с олдовых времен. Еще со времен 1.6. У них, да, конечно, немножечко поменялся состав с тех пор. Кардинально изменилось. Кардинально изменилось. Остался только Иван Эдвард Сухарев и Данил Алиссин. Двое игроков. Двое игроков. Но они все равно могут навязывать игру. И осталась у них вот эта вот медленная игра, которая у них им была присуща еще в 1.6. Это вот я помню. Я следил. И это было реально очень интересно. И Флейми принимает, зажимает второго. Но не удается. Его отстреливают. И пошел заход на Б-Плент. Отстреливают также Зевса. И остается Гвардиан плюс Эдвард. Эдвард доношили до 15 хп. И, ну, тут уже шансов не так много. Но все-таки... И в 2. И сейчас будет Гвардиан решать вопросы. Минус по яму дает. И теперь не все безнадежно. Поднимает он МСочку. Прочекает. По-любому прочекает. Вот он слева. Такой опытный игрок не может. Не удел. Оставить эту позицию. Но нет. Только по инфе. Когда убивали Ваньку. Подозревает Гвардиан, где находится игрок. Но он красный. Просто вот... Ой-ой-ой. Ну вот это вот... Ну просто... Это, да, действительно было опасно. И уже... Как бы... Ну не с этими хп Эдвард бы смог выбить. Тем более в этой позиции. Но слишком уж... Преимуществе был. Спунж. И мы видим. Матч на паузе. По-твоему, вот... Интересный был момент, да? Ты сообщил нашим зрителям. Проанализировал ситуацию. Взял Галил. Один из игроков Австралии. Из Австралии, да? Да. Взял Галил. Взял Смоук. И взял Флешечку. Кинул сам себе же Смоук. И в этот Смоук кинул Флеш. И тем самым деморализировал полностью Натус Винсеры. Они не понимали, что происходит. И убил двоих игроков. Очень хорошая... Такая... Динамическая ситуация. Ну, вот парень просто смог отыграть с Галилом. Не вызвало у него это проблем. Да, действительно, пришлось пожертвовать. Ну, пришлось, да, пройтись разочек без Калаша. Но зато... Реально, флешки, дымы, это все решает. Особенно, если они правильно закидываются. Бывает. Была заготовка. Неудачи у Натус Винсера на такие... Не совсем удачные по экономике баи от соперников. Вроде бы как и не было снайпера. Ну, слушай, ну как принимает Гвардия. Ну, вот он увидел. Он вот в наглую выходит и чекает. И вот просто сработала реакция у чувака. Он дал минус. Также отстреливаются еще двое игроков команды Ринни Джейдс. Остается ДжКС плюс Пунж. Прошу прощения, кстати, тебя перебил. Ну... Да ничего страшного. Ты правильные вещи говорил. Я о истории уже рассказывал. А ты комментировал экшен. Ничего страшного. 2 в 4 ситуации. 24 хп у ДжКС и Спунж сотый. Ну, тут спокойно Денис Костин вырывается вперед. Дает он минус по ДжКС. Также оставляет Рудовым. Спунжа. По последнему информация есть. И спокойно на опыте Данила Тисленко подловит своего врага. Слышал он. Говорил своим Тимуэм, что он тут прыгает. Ну, хватил одной пульки просто в пяточку. Чтобы Спунж лег отдохнуть немножечко. Пристояние втором. 9-6. И после такого спурта, да, от Австралийсова, они смогли взять только один единственный раунд. О чем это говорит? Я у тебя спрашиваю. О чем это говорит? В принципе, да, есть преимущество у команды Натус Винсер на вторую половину. Но тут, опять же, нужно учитывать тот факт, что... Ну, вот как отыграется пистолетка? Вот кто соберется лучше? Как займут позиции команды Рене Джейдс? Может быть, они примут вообще решение занять там в пятером какой-то бомблейс? Может быть, А, может быть, Б. Но тут очень много разных факторов. Верно. Вот пистолетке очень многое зависит. Но на самом-то деле, я уверен, что Натус Винсер подготовили свою карту от А до Я. Это они продемонстрировали и с СК гейми, которая ничуть, я думаю, не слабее. Рене Джейдс с Гвардиан минусует. Джекласс, а также Хавок отдохнул с Эйзет. Просто что творит этот парень? Минус три уже в этом раунде. Дальше пушит. Минус четыре. Нет, минус три. Гвардия с Гвардианом на пару. Минус два от Словака и от Русского минус три. Отличная игра. Десять шесть. Взят пистолетный раунд. И вот австралийцы обязаны принимать решение. Или же форсануть, или сыграть без армора. Что они делают? Без армора выграют. Ну вот быстро. Ну вот как-то у них это не получается. Так хорошо, как хотелось бы. Вероятно, что НАТО и Свинсер поняли, что нужно с этим оппонентом сражаться. Потому как не в хламе, но они выигрывают раунды. Есть, конечно, лаг. Присутствует у австралийцев счастье. Но вот спунжа прочекали. Прочекали в упоре. Денис Костин просто царский прочек. Еще и убирает он АЗР в дефолтной позиции. Нужно сейвить австралийцам, потому как денег нет. Да, дает капитан наставление, что ребята, экономика поплывет. Нужно сейвить Авапу. Еще и АМС. Есть киты, есть огонь, флешка. Ну, знаешь, АМ, он проходит, но, знаешь, вот, слушай, ну он все-таки убивает Эдварда. Но прям видно по его походке то, что он больше хочет не засейвить, а кого-то убить. И есть еще один минус от ЖКС. Ну, слушай, ну как-то печально сказывается на команде НАБИ то, что они пытаются реально выбить девайсы. Да, это хорошее решение, чтобы переломить экономику команде Ринни Джейтса. Еще один минус от ЖКС. Это оправданно со стороны Рожденных побеждать, потому как мы все прекрасно знаем, что у КТ, а экономика, страдает в два раза больше, чем у террористов. Тем более по деньгам у Рожденных побеждать все шикарно. Могут даже еще закупиться один раунд, если проиграют вот этот. Кажется, нашли себе силы НАТУС Винсер для того, чтобы закончить эту карту очень быстро. Ну и снова быстрая атака от команды НАТУС Винсер или нет? Нет, все-таки они решили захолдиться перед Беплантом, но мне кажется, не так уж долго они будут там стоять. Зевс проходит в канавку, будет тут ожидать. В туннеле наблюдают два человека. Пошел выход на Биплэйс с ЖКС, разбирается спокойно с Тигером Вудсом под именем Иоанн Эдвард Сухарев. Здесь взбливаясь в туннелях оппонента, Азар его разменивает, ну и будет установлен пакет Гвардиан. Начекал двоих, не попал первым выстрелом. Но тут спокойно Денис Косинг с хелпы зажимает двоих, но правда только в одного попал и убил его. Сейчас смог, будет дофизиться пакет. Дубль номер два, ребята. Ну и убивают Гвардиана, остается один Флейми, которого также отстреливает Азар очень четко и дефьюзит бомбу. Да, порешал гордо, сделал квадрокилл и задефьюзил бомбу. Ну вот просто ему не хватает только поклониться, по-моему. Несомненно сыграл на психологии. Несомненно. Потому что перед этим они взяли же такой раунд в дым за дефьюз и в ниндзя дефьюз, да, продемонстрировали. Сейчас не стали этого делать. Сыграли вдвоем парно на выпад. И все шикарно сложилось для игроков из Австралии. Браво, отличная реализация позиции. Очень умно отыграли. Благодарим за такой мув. Ям в упоре работает в центре. Он услышал, что там есть оппонент. Почему-то в последний момент не захотел прочекать. Но тут Азар неплохо играет на размене. И вот отсюда не отпустит, естественно. Даниил Тесленко также сбривает туннель еще и с пунжа. И Гвардин чекает, делает хороший минус. Остается один ДжКС. И где он? Он уходит на аплент. Он один, он против в троих. И похоже, что он будет сейвить. Или ожидает все-таки... Нет, он ожидает кого-то на выходе в А. И перетягивается на Б. Понимает то, что время все-таки поджимает. Видит дымотрезающий девятку. И отходит. Просят паузу. Видимо, опять какая-то неприятность произошла. Мне кажется, это тайм-аут. Тайм-аут. Скорее всего, это тайм-аут. И 14-й раунд в исполнении на Тус Винсер. Ну вот что я могу сказать. Тут нет такой вот беды. Который мы наблюдали до этого в прошлых играх. То, что команда, допустим, набирает определенные преимущества. И все. И они дальше ничего не могут сделать. Тут именно как раз каждая команда предпринимает какие-то новые действия. И мы видим то, что есть продвижение. Вот что-то... Что-то вот пытаются делать. Да, нарисовываются по опыту, по тому, как они идут, по турнирной таблице. Я имею в виду полностью весь чемпионат. Вот у них прорисовывается какая-то определенная система. Да? Не хотел это сказать. Ну вот смотри. Вот как раз Зевс сейчас что-то пытается объяснить своей команде. Арсений... Обсуждают ребята. Арсений также присутствует. Сережа Старик позади улыбается. Значит, это все хорошо. Его все устраивает как тренера, как бывшего тиммета. А сейчас он над своими подопечными стоит, улыбаясь. И всем ребятам из олдскула, кто пришел из 1.6, еще и со времен 1.3, напомню. Или они это прекрасно знают. Когда Сережа Старикс улыбается, все зашибись у команды НАТО Свинцера. Ну, да, в принципе, Старикс уже достаточно много прожил именно с этой командой, с этой организацией. С него она начиналась. Ну, и да, это они прошли через огонь и медные трубы, что называется. Огонь, воду и медные трубы. Да, возвращают игру. Пишут, он пауза. Продолжается у нас каточка, собственно, у команды. Мы обсудили последний момент австралийцы. Ну, на 14-м брать тайм-аут можно было и раньше воспользоваться этим мулом. Но решают закупаться, делать форс, не отдают рожденным побеждать. 15-й без боя, я имею в виду, сливной экономический полностью не делают. Это закупают МАК-7, Диглы, ЦЗшки, П-250 и 1.57 при минимальном количестве раскида. Нет, Дефьюз Китов будут сидеть строго на планте и попытаются выбить. Вот, первый пошел. Отлично. В принципе, сыграл, увидел выход из дыма. Но это, опять же, большая ошибка Флейми. Зачем он пошел из дыма? Ну, вот, и есть размен. Нашивает в дым неплохо так Эдвард. И Эдвард делает еще два минуса. И также Гвардиан. Гвардиан делает минус, остается один АЗР. И АЗР пытается с МАК-7 на большом расстоянии что-то сделать. Ну, тут уже расстояние просто сказывается. Ну, тяжело попасть. Да, на дальней позиции с этого фармгана невозможно с первого патрона убить. Ну, или нужно обладать, не знаю, читами какими-то. Вот этот раунд имени Эдварда в руки-ножницы. Понимаешь? Он запрыгнул на бокс, сделал с него два минуса. Сказал инфу своим тиммейтам о присутствии еще двоих на A-плейсе. Они спокойно по этой информации зашли и расстреляли в упор австралийца. Ну, и есть хороший минус от Гвардиана. Достаточно агрессивно выходит команда Ринни Джейтс. Они занимают, ну, не то чтобы защищающие позиции. Они скорее пытаются пройти и где-то закрысить, убить, может быть, в бок, в неожиданных позициях команду Нави. Ну, и мы видим то, что уже убивают также АЗР. Данила по инфе, Дениса Костина, видишь, как он разворачивался. Денис Костин обходил, как бы, услышал, что поджимает с туннеля еще один игрок из Австралии и этим воспользовался. Данил Тесленко убил его, последний на планче GKS, у него P250 и тут без шансов. Естественно, заберет на Тусвинсер этот раунд себе в копилку. Напоследок GKS забирает Флейми, да, если я не ошибаюсь, Терминатора. Мы поздравляем на Тусвинсер!